Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Мы продолжаем изучение раздела «Литература и искусство». Давайте определим тему урока. Ребята, обратите внимание на следующие картинки. Как вы думаете, о чём мы будем сегодня говорить на уроке? Подумайте. Ребята, я думаю, вы догадались. Итак, тема урока – творческая дружба казахского поэта Уржаса Сулейменова и русского поэта Андрея Вознесенского. Образ Мохамбета в творчестве поэтов. Перед вами цели обучения. На основе этих целей сформулируем цели урока. Сегодня на уроке вы узнаете о творчестве поэтов Уржаса Сулейменова и Андрея Вознесенского. Каким предстаёт образ Мохамбета в произведениях поэтов? Вы будете учиться анализировать произведения Сулейменова и Вознесенского, выявлять общие признаки и различия этих произведений, писать причинно-следственные эссе по попс-формуле. Ребята, давайте вспомним, что мы знаем об Уржасе Сулейменове. Кто он такой? Уржас Сулейменов – поэт, писатель, лингвист, литературовед, общественно-политический деятель, дипломат, чурковод, а также он является лидером движения Небада-Семипалатинска. А кто такой Андрей Вознесенский? Андрей Вознесенский – поэт, публицист, архитектор, а также художник. Уржас Сулейменов и Андрей Вознесенский – поэты, одинаково почитаемые и популярные как в Казахстане, так и в России. Творческая дружба связывает двух поэтов, представляющих в истории литературы XX века одно поколение – поколение поэтов-шестидесятников. Вместе со своими товарищами по Перу Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Риммой Казаковой, Беллой Ахмадулиной и другими поэтами они собирали стадионы, площади больших городов, когда читали в авторском исполнении свои яркие, проникновенные стихи. Становление личности Сулейменова как поэта и мыслителя началось в стенах литературного института, студентом которого он был. Он знакомится с молодыми авторами и выделяет для себя из многих творчество Вознесенского, которого всегда считал своим соратником. Эта дружба продолжалась многие годы и оставила большой след в творчестве обоих авторов. Подтверждением этому могут служить стихотворения, посвящения, адресованные поэтами друг другу. Например, произведение Вознесенского «Песни Ахына и Сулейменова «Мы – кочевники». Читая стихи Сулейменова и Вознесенского, убеждаешься в сходстве поэтических образов и мотивов двух авторов. Заглавие некоторых стихотворений почти совпадают. Например, «Мы – кочевники» у Жаса Сулейменова и «Мы – кочевые» Андрея Вознесенского. Андрей, мы – кочевники, нас разделяет пространство культур и эпох. Мы – кочевые, мы – кочевые, мы, очевидно, сегодня чудом переночуем, а там увидим. «Кочевничество» у обоих авторов прежде всего ассоциируется со свободой и независимостью. Вознесенским было написано стихотворение АТЕ 3670 или «Две секунды» 20 июня 1970 года, посвященное Ужасу Сулейменову и автоаварии, в которую они попали под Алматой. «Мы живы, Ужас, мы вечно будем в седле, мы дети 3670, не сохнет кровь на губах из бешеного семени родившегося в свитерах». Вознесенский однажды написал об этой трагедии. Ужас Сулейменов спас мне жизнь. В этом произведении чувствуется дружеская и духовная связь двух поэтов разных культур. Андрей Вознесенский прочувствовал дух свободного кочевого народа, который испокон веков являлся мамадом, то есть кочевником. И это отразилось в строках «Мы вечно будем в седле». Сулейменов стихотворение «Это, кажется, мне» назвал своего друга кочевником, с которым он кочует по разным маршрутам сквозным и реликтовым. Сулейменов и Вознесенский поистине гениальные поэты. В своем творчестве они прославляют великих людей, которые оставили заметный след в мировой культуре, истории. В лирике как Вознесенского, так и Сулейменова есть герой-образ, который объединил двух авторов и оставил заметный след в их поэтическом творчестве. Это образ Мохамбета. Мохамбет – поэт и борец за свободу и независимость Казахстана, одна из знаковых личностей в истории, литературы и культуры нашей страны. С его творчеством Сулейменов познакомился еще в юности и с тех самых пор считает его своим учителем и поэтическим наставником. В своем посвящении Андрею Вознесенскому поэт применил образ Мохамбета. «Это кажется мне Мохамбет, как стрела в китайской стене, головою в кирпич, а штаны с бахромой оперение. Грозный мой Мохамбет, ты давно персонаж в оперете. Я тебе не завидовал, не позавидуй мне». В начале 70-х годов, когда готовилась книга новых переводов Мохамбета, посвященная 170-летию со дня рождения поэта, Уржа Сулейменов предложил перевести стихи казахского классика своему другу Вознесенскому. Вместо переводов Вознесенский создал замечательный поэтический сборник «Читая Мохамбета». В этом цикле русский поэт создал образ поэта-кочевника с мужественной, но ранимой душой. Цикл состоит из четырех стрел. Черные верблюды, отставший лебедь, мольба, песня о Кынах. Так в результате творческой дружбы двух больших поэтов Сулейменова и Вознесенского появился уникальный совместный проект. Ребята, а сейчас остановите, поставьте видео на паузу, пройдитесь по ссылке и послушайте стихотворение Уржаса Сулейменова «Последние мысли Мохамбета, умирающего на берегу Урала» из стихи Вознесенского «Песня о Кынах» в исполнении самих авторов. А также, ребята, вы можете найти в интернете музыку в исполнении Владимира Высоцкого на стихи Вознесенского «Песня о Кынах». А теперь прочитайте эти стихотворения самостоятельно. Поставьте видео на паузу и прочитайте эти стихи. Теперь выполните следующие задания. Сравните информацию в двух текстах. Что общего в текстах? Чем они отличаются? Запомните диаграмму Вена. Выполните следующие задания к текстам. Объясните слова автора, выраженные строками. «Не славы и не коровы, не шаткой короны земной, пошли мне господь второго, чтоб вытянул петь со мной». Выпишите из стихотворения песни Акына художественную тропой. Сформулируйте основную мысль произведения. Найдите в отрывке детали, которые передают характер, настроение героя, эмоции автора. Поясните, как детали помогают раскрыть основную мысль. Аргументируйте свое мнение. Обратите внимание на критерии и дескрипторы. Выполните следующие задания для самостоятельной работы. Пользуясь материалом из учебника, хрестоматии, дополнительных источников, напишите причинно-следственные эссе на тему «Почему образ Мохамбета один из важнейших поэтических образов лирики поэта». При написании эссе используйте современный прием ПОПС-формулы. Также обратите внимание на критерии и дескрипторы. А теперь ребята оцените свою работу на уроке. Что для вас было самым трудным на уроке? А что было самым интересным? Что вы нового узнали из урока? И что вам понравилось на уроке? Наш урок подходит к концу. До свидания! Творческих вам успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...